многие из вас порой ведут себя вот именно так как только что вы видели но давайте не будем о плохом а будем о хорошем так вторая часть моего приключения покупки приобретения iphone 6 с рук на авито за 100 долларов ну что ж я в первой части не показал целенаправленно вам само устройство показал только коробку почему я это соответственно сделал сделал я по конечно же по причине того чтобы вы посмотрели второе видео я прошу прощения если вы скажем так вам не понравился не понравилась та задумка о том что это в виде нескольких серий но я что хочу то и снимаю на своем канале вы же вправе это смотреть или не смотреть ну что ж давайте теперь по факту перед вами iphone 6 абсолютно в идеальном косметическом состоянии оригинального устройства с работающим touch id какие у него не есть неисправности я отвечу наверно ближе к концу этого ролика чтобы вам опять же было интересно его смотреть до конца ну а пока я его кручу верчу в руках хочу вам рассказать о том какие виды неисправности вы можете найти на авито и суммы будут варьироваться от трех с половиной до десяти тысяч рублей неисправном состоянии на бушный iphone первую очередь конечно же когда вы смотрите объявление на авито то вам необходимо может быть списаться или созвониться непосредственно с продавцом спросить у него все нюансы но как я сказал в первом видосике конечно же вам практически все будут врать и не говорить о действительных проблемах если вы умеете разбираться в людях и вы понимаете что вам человек врет то конечно же не стоит приобретать продукту данного соответственно человека а я выбирал по внешнему виду и выбирал специально для того чтобы сделать вам вот такие вот видосики на youtube вы увидите что айфон полностью в исправном состоянии еще раз поясню он абсолютно в косметическом прекрасном состоянии у него все взяли нет никаких не царапинок не каких-либо скажем так нюансов недочетов по корпусу абсолютно ни одной царапины нету на задней крышке идеально блестит яблочко даже на нем практически ничего не работает у нас зарядное устройство наушники камеры работают тача не работает но это сейчас попозже и так не знать к незначительным неисправностям я могу отнести следующая динамики ремонт динамиков кнопки они могут не нажиматься кнопки регулировки громкости либо триггер переключения бесшумного режима внешний вид корпуса потому что иногда порой продают айфоны не только шестые но и любые другие в очень плохом технических косметическом состоянии из этого цена может быть снижена процентов на 2 шлейфы допустим при замене аккумулятора не могут быть порваны батарея соответственно есть персонажи которые продают айфона который не держит вообще ничего может быть была бы какая-то попытка самостоятельной замены батареи не знаю как это что делать камера ну соответственно не рабочая передняя и задняя камера тоже стоимость айфона бушного айфона снижается процентов на 30 на 40 и конечно же это значительный дорогостоящий ремонт к нему относятся вай-фай работа то есть если у вас не работает вай-фай то сальс вы попадете как минимум ну от трех до пяти тысяч рублей на ремонт в зависимости от вашей модели телефона touch айди много восстановленных айфонов тем более с китая не только с китая сейчас на авито очень много людей компаний торгующих восстановленными айфонами без работала брат без работающего touch один к чему это приведет раньше была ошибка 53 от apple она появлялась в случае того если допустим ваше устройство при обновлении то есть они не могут то есть материнская плата и touch айди это одно единое целое нельзя это менять на устройстве по отдельности соответственно не работающий touch айди это о том что там просто кнопка home который отвечает просто за на за нажатием айклауд самая распространенная версия дешевых айфонов на авито это залоченный на айклауд устройств которые найдены может быть какой-то степени украдены но я но это не точно скажем так я не берусь судить за других людей но очень много если вы откроете авито в любом городе по всей россии или у вас конкретно вы найдете как минимум пару-тройку объявления о том что продаю айфон забыл пароль от айклауд все это бред айклауд восстанавливается с помощью резервной какой-то почты даже не резервная который был соответственно привязан apple айди если это человек не может сделать то соответственно телефон как минимум не его либо айклауд на нем не его так вот очень большое количество айфонов в пределах 4 5-6 тысяч рублей в идеальном состоянии не в идеальном состоянии залоченных на айклауд версии памяти опять же тут как говорится по наглости продавца экран тоже значительная дорогостоящая поломка стоит это на алиэкспрессе от 2000 рублей закуп но сервис вам поменяет как минимум за полторы либо вы сами за ручками меняете и того три с половиной если вы не хотите ни о чем думать то в пределах 4-5 тысяч рублей вы сдаете через час забираете с новым экраном сеть и материнская плата сеть это отсутствие gsm сигнала то есть симку может видеть может не видеть а ну и соответственно самое дорогостоящее что может случиться с айфоном и почему его продают скажем так за недорого на авито это ремонт материнской платы одинская плата содержит на себе значительная часть модулей ты вайфай модуль gsm модуль опять же другие другие модули отвечающие за полноценную работу устройства и поэтому замена материнской платы конкретно для айфона 6 себестоимости стоит ну порядка от 6000 рублей до бесконечности то есть опять же все зависит от наглости продавца ну что ж давайте перейдем непосредственно к самому айфону подопытному вот он тот самый айфон я его приобрел вот в такой вот коробке коробка как вы видите такая белая этикетка сигнализирует нам о том что айфон изначально был восстановленный виды восстановленных айфонов они могут быть подвально восстановлены где-нибудь на горбушке в москве они могут быть восстановлены условиями китайца на каком-нибудь китайском рынке переправлены сюда в россию большой оптовой партии либо они могут быть восстановлены официально сертифицирована опять же на заводе foxcon который тоже находится в китае сертифицирована apple на восстановленные устройства в россии продаются официально больших крупных розничных сетях не буду рекламировать в каких сами знаете если что погуглите найдете так вот изначально соответственно очень пользуется популярностью приобретение устройств которые непосредственно привозят к нам с европы но они при этом восстановлены и наши восстановленные стоит дороже чем европейские восстановленные за курса евро доллара и так далее так вот когда вы видите что к вам навстречу приходят вот с такой коробкой знаете в нем устройство как минимум восстановленная дальше уже надо смотреть по имей номерам и по принадлежностям конкретно данной модели если вы можете соответственно телефон включить и у вас разблокируется экран сразу чтобы вы дальше скажем так меня не судили строго как максимальным точно рассчитал скажем так свои потери и сейчас расскажу о них вам то есть я телефон купил за 100 долларов на авито 100 долларов считайте на наши деньги сколько это стоит и в любом случае даже если и он при этом включается в ним можно пользоваться выходить в интернет заходить в iCloud качать приложение и так далее и так далее снимать на камеру которая здесь тоже великолепно снимает то передняя что основная но при этом я знал что если ремонт речь о котором пойдет чуть позже будет слишком дорогостоящим я смогу всегда слить за те же 100 долларов может даже с небольшим плюсом и что подтверждает мое выкладывание этого телефона на авито сегодня буквально на второй день после этого для того чтобы посмотреть заинтересованность людей уже больше 150 просмотров и люди предлагают обмен там на iphone 5s и предлагают купить я говорю ребят пока я не отсниму для вас ролики соответственно ничего продаваться не будет это скажем так просто закинул удочку то есть я себе подстраховал тем что себестоимости после по стоимости закупа я всегда его солью потому что здесь в идеальном состоянии экран в идеальном состоянии корпус у него здесь в идеальном состоянии кнопки все это можно продать отдельно работающий вай-фай тоже можно продать отдельно батарейка тоже в принципе держит неплохо за прошедшие сутки телефон был заряжен не на полный сто процентов где-то процентов до 96 97 и он до сих пор работает и так все таки какая главная интрига этого телефона на нем топа пропадает то появляется сеть то есть сейчас он находится в авиарежиме для того чтобы батарейка не расходовалась на скажем так поиск сигнала сети и я вам сейчас продемонстрирую как это все дело происходит я изначально конечно же знал то есть продавец мы вроде как разговорились и я почувствовал что в принципе человек меня не обманывает он просит ровно столько сколько он хочет просить и при этом говорит все аспекты телефона и не сходятся что происходит с телефоном на деле давайте выключим авиарежим вай-фай оставим и мы видим поиск сети если приблизить поиск сети а симка пустышка от билайна она была здесь внутри этого телефона ну и соответственно потом будет нет связи или нет сигнала что-то такое написано при все нет связи на сигнала не пишет никогда и по крайней мере я такого не видел что может соответственно произойти сам телефон до сих пор не скрывался опять же врачить обратите свое внимание о том что все болтики должны быть на своих местах и вы друзья приобретая iphone с рук без разницы полностью в рабочем состоянии не полностью об рабочем состоянии вы обязательно обращайте на это внимание спрашивайте у продавца делал ли он какие-то манипуляции конечно верить этим словам практически невозможно но вы хотя бы будете представлять о том что кто перед вами обманщик или в принципе человек если чем допустим говорит я не вскрывал телефон не давал ремонту не хватает одного болта то соответственно чек врет то смысл с ним иметь дело нет никакого я же знал на что я иду я предварительно перед тем как обратиться соответственно приобрести данный телефон и я обратился к своим знакомым мастерам которые занимаются ремонтом телефона давайте пока его заблокирую они занимаются этим несколько лет подряд и они понимают что они говорят они мне сказали следующее ну паш ты попадешь как минимум на три тысячи рублей по себесу если это перепайка модема отвечающая очевидно отвечающего за связь либо максимум ты попадешь на замену материнской платы если этот модем невозможно починить но я захотел дважды перестраховать свою скажем так попу от бомбежа том что я просто так потратил деньги для того чтобы снять для вас ролики и пожалуйста тача ди работает я позвонил в питер написал в питер я живу недалеко от санкт-петербурга в несколько мастерских мне подтвердили стоимость ремонта то есть это порядка трех трех с половиной тысяч рублей и скорее всего в 85 процентах случаях телефон соответственно будет работать если нет то замена материнской платы если не хотите менять возьмем за запчасти за те же на запчасти за те же 100 долларов я такой окей и вот я снимаю для вас виду то есть из чего мы можем сделать выводы следующее если телефон находится в хреновом косметическом состоянии с такой проблемой как есть у меня у меня значительные дорогостоящая проблема если вам не нужен просто карманный iphone который не будет звонить хотя сейчас по статистике люди звонят с телефона но где-то в процентах это всего лишь 15-30 процентов телефон используется по прямому назначению для звонков но смартфону пользуются для выхода в соцсети браузинга там смартфон посмотреть что-то видео какие-то для некоторых это вообще не важное значение я не понимаю как люди гонятся за стачки без тачки не было без на без разницы но опять же от этого зависела цена если бы допустим на этом телефоне работал бы тача иди и просил человек за него 100 долларов то тут конечно же нет однозначно нет то есть что мы получаем идеальный внешний вид идеальный дисплей с рождения в стекле идеальный корпус по всем фронтам как его не смотри как на него не любуйся он будет идеален со всех сторон рабочий вай фай рабочий звук рабочие наушники в общем рабочие все то есть здесь уже и клауд непосредственно мою моей учетной записи и если вы допустим не верите мне что здесь работает сейчас пишет видите нет нет сим карты то есть он не видит нет сим карты тача ди пароль сейчас у меня здесь шесть нулей и для того чтобы показать вам что здесь работает сканер отпечатка пальцев пожалуйста идет я так отсканировал палец ну давайте еще раз то получается если бы я не купил бы его там тысяч там не знаю за 10 рублей да то я попал на деньги так как я купил плюс-минус 100 долларов то соответственно по себестоимости я его всегда солью буквально вот мне предлагают может быть этот айфон уже сегодня вечером уйдет в обмен на 5s ку если это произойдет я расскажу об этом в отдельном видео так что друзья будьте предостережены смело покупайте восстановленные телефоны с китая смело покупайте душные телефоны на авито не бойтесь главное чтобы проверить что это оригинальное устройство если у него незначительные проблемы стоимость ремонта которых корреблется от 500 рублей до двух с половиной тысяч рублей то покупайте если это значительный ремонт особенно вай-фай и клауд и материнская плата с сетью то не берите не поступайте так допустим поступил я для того чтобы рассказать вам как не надо поступать ну что ж друзья этот телефон ждет судьба очень-очень хорошая либо он будет полностью восстановлен последующим ремонтом о котором я вам расскажу либо соответственно и в дальнейшем он будет немножко модифицирован в семерку по внешнему виду либо он будет непосредственно продан по той же себестоимости за сколько я его купил так что вот так вот данное видео максимально открыто друзья давайте не будем трать в комментариях пишите по делу пишите понравилось вам данное видео или нет может быть что-то стоит рассказать что я не скажем так не успел или забыл упомянуть обязательно подписывайтесь на канал проходите в наши социальные сети в мои социальные сети они всегда есть в описании под любым из моих видео ссылочки на нормальные восстановленные телефоны тоже есть в описании под этим видео ну и совсем скоро увидимся всего доброго пока пока